Мечта для сладкоежки. На выставочном столе не только красивые, но и полезные, как говорят сами студенты, пирожные и пирожки. К примеру, в этих лакомствах в стаканчиках только нежный шоколадный бисквит, кусочки фруктов и ягод. Никаких красителей и консервантов. Повышается и содержание витаминов, пищевых волокон за счет того, что мы используем бананы, вишню, арахис, такое вот сырье. Свои полезные разработки студенты, будущие инженеры-пищевики представили на вузовском конкурсе. Одно из главных требований жюри – оформление в тему юбилея ЛГТУ. Но оценивать работы будут, конечно, на вкус и полезность. Мы повышаем их профессиональный уровень. Это неотъемлемая часть нашей практической подготовки. Поэтому то, что они сегодня сделали – это проба пера. Пройдет совсем немного времени, они у нас выйдут на производство. И, может быть, кто-то из них возьмет свою вот эту инновационную студенческую разработку, разработает пакет технической документации и уже в рамках профессиональной деятельности будет это внедрять на производство. В глобальном смысле цель этого конкурса, говорят организаторы, обратить внимание молодежи на то, что сегодня предлагает рынок и найти ему полезную альтернативу. К сожалению, пищевые добавки плотно вошли в нашу жизнь. Они есть у нас, в нашей жизни уже присутствуют и, наверное, будут присутствовать и в дальнейшем. Каждая пищевая добавка, которая используется в пищевой промышленности, она, безусловно, разрешена. И наше законодательство это регламентирует. Поэтому теоретически человек не должен получить вред от потребления продуктов питания с пищевыми добавками. И все же на практике, говорят технологи, выбирать тот же хлеб нужно такой, где состав понятный. Натуральная мука, вода, соль и качественные дрожжи. Но лучше, если позволяет время выпекать хлеб самому. Так безопаснее для здоровья. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.